Осенью 1955 года в Германию был отпущен последний немецкий военнопленный. Всего за период репатриации на родину отправилось около двух миллионов человек. В послевоенный период их задействовали в строительстве и восстановлении народного хозяйства. Немцы добывали уголь и сибирское золото, восстанавливали Днепрогесс и Донбасс, отстраивали Севастополь и Сталинград. Несмотря на то, что спецлагерь – место не из приятных, в своих воспоминаниях бывшие заключенные относительно хорошо отзывались о времени, проведенном в СССР. О жизни пленных немцев после войны в Советском Союзе известно не так уж и много. Все знают, что немцы принимали активное участие в восстановлении городов, в возведении новых зданий. Практически в каждом городе бывшего СССР было несколько домов, построенных именно немцами. Разумеется, в военные годы жизнь в советском плену у солдат противника была тяжелая. Но стоит помнить, что тогда трудно жилось всему населению страны. Большое количество пленных было взято после первой крупной победы советских войск под Сталинградом. Тогда в плен попало почти 100 тысяч человек. Большинство из них уже находились в тяжелом состоянии, страдали различными болезнями, имели обморожение, были истощены. Порядок обращения с пленными в начале Второй мировой регулировался Женевской Конвенцией 1929 года, которую СССР не подписал. При этом, что парадоксально, советский лагерный режим куда более соответствовал прописанным Женевским положениям. Факт тяжелых условий жизни немецких военнопленных никто не скрывает, но эта картина не идет ни в какое сравнение с выживанием советских граждан в немецких лагерях. По статистике, в фашистских застенках погибли как минимум 40% плененных русских, немцев же в советском плену погибло не более 15%. Конечно, первым немецким военнопленным приходилось не сладко. В послевоенные годы ситуация существенно улучшилась, смертность среди пленных резко сократилась. Немцы даже в годы войны получали зарплату за свою работу, около 7 рублей в месяц платили рядовым, 10 рублей получали офицеры, 15, полковники и 30, генералы. Полагалась премия за особо успешную работу, 50 рублей в месяц. Также, выдавалось мыло и одежда, разрешено было получать письма и посылки от родных. К ним периодически допускались представители Красного Креста. До сих пор точно неизвестно, какое точное количество пленных оказалось на территории СССР после войны. По советским источникам их численность не превышала 2,5 миллиона человек. По немецким же подсчетам их было почти 3,5 миллиона. Объясняется такое существенное разночтение, во-первых, несовершенствами учетной системы. Во-вторых, тем, что немцы порой были склонны утаивать свое происхождение, называясь австрийцами или же венгерцами, к ним отношение было получше. Немцев привлекали к восстановлению разрушенных за военное время заводов, плотин, железных дорог, портов. Военнопленные восстанавливали старые жилые дома и строили новые. К примеру, с их помощью построен главный корпус МГУ, целые районы того же Екатеринбурга возведены руками немцев. В их рядах особо ценились высококвалифицированные специалисты в различных областях, доктора наук, инженеры. Благодаря их знаниям внедрялись важные рационализаторские предложения. До сих пор многие считают, что типовые малоэтажные домики с балконами и мансардами, имеющиеся почти в каждом городе бывшего СССР, строили обязательно пленные немцы. Но это совсем не так. Некоторые полагают, что даже архитектурный проект такого домика был разработан немецкими специалистами, уж очень они не похожи на то, что строили с конца 40-х до первой половины 50-х. Но на самом деле такие здания возводились по проектам, составленным советскими архитекторами. Планы восстановления крупных городов и проекты крупных строений разрабатывали такие известные архитекторы, как Щусев, Симбирцев и Офан. В те годы придавали большое значение внешнему виду сооружений, и даже дома по типовым проектам старались делать достаточно эстетичными и разнообразными. Это потом сталинский стиль объявят не советским и слишком украшательским. К тому же, рабочая сила в виде пленных была доступной и достаточно дешевой. Доходчиво проливают свет на события того периода, опубликованные в Германии воспоминания и письма бывших военнопленных. По свидетельствам узника Ганса Майзера, особо поразительным ему показалось отношение советских людей к немцам, пришедшим в СССР, как враги. Он приводит факты человечности даже со стороны надзирателей, позволяющих в сильные морозы не покидать стены лагеря немцам, не имеющим достаточно теплой одежды. Рассказывал Майзер и о еврейском враче, старательно спасавшем жизни тяжелобольных пленных. Вспоминал о старушке на Вольском вокзале, смущенно раздающей немцам соленые огурцы. Положительно отзывался о лагерной жизни и Клаус Майер. По его свидетельствам, качество питания заключенных немногим уступало рациону охранников. А за перевыполнение рабочей нормы к обычному рациону всегда подавали десерт в виде увеличения порции и табака. Майер утверждал, что за прожитые в СССР годы он ни разу не столкнулся с откровенной ненавистью русских к немцам и попытками отыграться за их грехи вопреки установленным порядкам. Запомнилась Майеру маленькая лагерная библиотека, где на сбитых на скорую руку деревянных полках стояли томики немецких классиков Гейни, Шиллера и Лессинга. Благодарные свидетельства приводит немец Йозеф Хендрикс, который до возвращения домой сохранил дорогие сердцу наручные часы. Как правило, такие вещи у пленных отбирали. Как-то в Красногорске, заметившись спрятанные в голенище сапога часы, советский лейтенант задал Йозефу вопрос. Зачем прятать часы от цивилизованных людей? Узник растерялся и не нашел ответа. Тогда русский молча ушел и вернулся со справкой, в которой часы фиксировались как моя личная собственность. После этого немец мог открыто носить часы на руки. Часть пленных немцев была возвращена на родину вскоре после окончания войны в 1946 году. В основном это были больные и нетрудоспособные. В 1955 году, после визита в СССР канцлера ФРГ Конрада Одинауэра, правительство страны распорядилось срочно освободить оставшихся пленных. Всего было отпущено более двух миллионов человек, последние немцы покинули Советский Союз в 1956 году. Однако некоторое количество военнопленных по разным причинам и после 1956 года осталось жить в Советском Союзе. Конечно их было не так уж много и в основном это были встретившие здесь свою любовь. Так известно о немецком солдате Франца Фогеле, у которого в Германии во время бомбежки погибла вся семья и возвращаться ему было некуда. Но в СССР он встретил девушку, происходившую из поволжских немцев, и создал с ней новую семью. Отказавшийся от репатриации Фогель, как ценный специалист, работал на шахте горным инженером. Последние годы жизни провел в Оренбургской области и прекрасно ладил со всеми соседями, которые и не думали припоминать ему прошлое. Можно с уверенностью заключить, что условия содержания немцев в советском плену были приемлемыми, их никто не морил голодом, над ними не издевались. Друзья, спасибо за просмотр, не забывайте оценивать и подписываться, чтобы не пропустить выход нового интересного сюжета на нашем канале.